Шалом! Здравствуйте! Сегодня мы находимся в преддверии праздника Пурим. И основная цель нашего занятия сегодня это вкратце ознакомиться с его законами. События Пурим известны всем. Есть целая книга в Танахе, которая называется «Мгелат Эстер», которая повествует о всем том, что происходило тогда. В память о тех чудесах, которые Всевышний сделал еврейскому народу, и мудрецы постановили из двух года в год, из поколения в поколение праздновать Пурим. Есть четыре основные заповеди, которые мудрецы постановили в этот день. Первое – это чтение Мегилы, «Крият Мегилат Эстер», чтение Мегилат Эстер. Второе – «Мишло Ахмано», то есть посылать подарки. Третье – это «Матанод Левьоним», подаяние обедным. И четвертое – это праздничная трапеза Пуримская. Как и любой еврейский день, который начинается с вечера, Пурим тоже начинается с вечера. Но из всех перечисленных заповедей только чтение Мегилы делается вечером. Все остальные заповеди делаются днем. Мы начнем с чтения Мегилы. «Крият Мегилла» – поговорим подробно о законах, связанных с чтением Мегилы. Когда над всеми евреями висела угроза полного уничтожения, а все евреи были тогда под властью царя Хашвирош, так евреи вызывали к Всевышнему ночью и днем. И поэтому мудрецы постановили, что ночью и днем читаем Мегилат Эстер, свиток Эстер, который повествует о тех событиях. Все евреи собираются в синагогах вечером в Пурим. Это после поста мы должны знать, что день до Пури, есть так называемый пост Эстер, Танит Эстер, собираются в синагогах, где читают этот свиток. Важно знать, что до чтения свитка нельзя выполнять какие-либо работы, которые могут увлечь человека, как вечером, так и утром, и нельзя кушать и пить. Если кто-либо слаб или тяжело переносит пост, или есть люди, которые немножко себя плохо чувствуют, они больны, они могут что-либо попробовать и попить при чтении свитка. И это не должна быть трапеза с хлебом. Если же он может кушать только хлеб или мезонот, это должно не превышать шиур, размер кебейцы. То же самое утром при чтении Мегилат Эстер нельзя кушать и пить. И даже те, которые обычно перед молитвой пьют что-либо, в Пурим должны от этого удержаться. Так нельзя кушать и пить при чтении Мегилат Эстер. Это касается также и женщин, которые также обязаны в чтении Мегилат Эстер. Прежде чем Бааль, кое-как, человек, который читает Мегилат Эстер, он начинает ее читать, разворачивается свиток. Все остальные, присутствующие, которые слушают чтение Мегилат Эстер, не обязаны иметь с собой свиток. Они могут открыть обычные тексты, где приводятся тексты Мегилат Эстер, и следить по книгам. Бааль Койры благословляет перед чтением Мегилы три благословения. Это благословение Ашаркицшану Мегилатавы Цивану Аль Микра Мегила. Второе благословение Шааса Нисим Лавутейну. Третье благословение Шаихияну. По завершении чтения произносится благословение Равы Тривейну. Это последнее благословение Равы Тривейну произносит то, когда есть Миньян, когда есть община, которая читает этот свиток. Когда человек читает один, вот это благословение не произносит. Как мы будем говорить, после этого у женщин есть некоторые изменения, связанные с благословением. Утром также произносятся три благословения перед чтением Мегилы. Но здесь есть небольшое различие между евреями, выходцами из Европы, Ашкиназим, и Сфарадим, выходцами из Востока, что Сфарадим во время утреннего чтения Мегилы не произносят Шаихияну. Произнося эти благословения, ведущий тот человек, который читает Мегилу, должен иметь в виду всю общину. Всю общину должна внимательно слушать и отвечать Амэн. Тем самым, что они отвечают Амэн, как будто бы они сами произносят эти благословения. Важно знать, что утром при произносении Шаихийона нужно иметь в виду также все остальные заповеди, которые связаны с этим днем, то есть трапеза, подарки и подаяние обедным. Женщины обязаны в чтении Мегилы так же, как и мужчины. И это одно из исключений. Есть у нас правило, что всякая повелительная заповедь, которая зависит от времени, женщина свободна от ее исполнения. Чтение Мегилы — это повелительная заповедь, которая зависит от времени. Это делалось только в Пурим. И это исключение исправило, что женщины обязаны в этой заповеди так же, как и мужчины. Причиной тому является то, что чудо было непосредственно связано с женщинами тоже. Угроза уничтожения висела над женщинами в той же мере, как она висела над мужчинами. Это во-первых. Во-вторых, чудо, которое было связано с Пурим, оно произошло во многом благодаря одной женщине, которую звали Эстер. Поэтому, после того, как мужчины приходят из синагог, женщины также должны слушать чтение Мегилат Эстер. Если женщина не была в синагоге и не слышала Мегилат Эстер, то собираются несколько женщин, или, зависит от того, иногда муж читает в своей семье, приходят в Балькор и читают для женщин. Только в такой ситуации женщины сами благословляют для себя. Есть некоторые общины, где одна женщина благословляет для всех, но лучше всего, если каждая женщина сама скажет те три благословения, которые мы уже упомянули. Только есть одно небольшое изменение, что вместо благословения Аль Микра Мегила, женщина благословляет Лиш Моа Микра Мегила. Если нет мужчины, который может прочесть в данном месте для женщин Эм Мегилу, то женщина сама может прочесть, и в такой ситуации она благословляет опять же Лиш Моа Микра Мегила. То, что касается детей, те дети, которые уже достигли возраста, это когда их можно приучить к этой заповеди, принято их приводить в синагоги, чтобы они также слушали чтение Мегилы. Что это за возраст? Если ребенок уже достиг такого возраста, когда он не мешает слушать, он может слушать всю Мегилат Эстеру до начала до конца, не прерываясь, то его можно привести в синагогу, для того, чтобы его научить этой заповеди. Теперь, если ребенок совсем маленький, и он не мешает, так лучше его в синагогу не приводить, потому что, как мы будем говорить, очень важно слушать каждое слово Мегилаты Эстера. Если есть маленькие дети, которые не способны слушать, это может помешать не только папе этого ребенка, но и всем остальным тоже. Когда упоминается имя Ахамана Раша, так принято, что делается немного шуму, и у детей есть специальные хлопушки, и важно знать в таких ситуациях, чтобы это не было чересчур долго или чересчур громко, потому что ни в коей мере это не должно мешать чтению Мегилы, потому что даже если мы пропускаем одно слово, то нужно перечитывать Мегилу заново, и поэтому важно за этим моментом проследить. Каким образом это читается? Стоя или сидя? Так во время благословения все стоят. После этого читающий должен стоять, а все остальные могут также сидеть. Кто хочет, может сидеть, кто хочет, может стоять. Если это происходит в чтениях в Цибуре, в Миньяне, если же это чтение для женщин, или кто-либо читает для небольшого количества людей, то тот, который читает, он также может читать это сидя. Очень важно слушать каждое слово, которое произносит читающий, и даже если одно слово он пропускает, то он должен заново переслушивать все чтение Мегилы, и не всегда это просто, поэтому важно сосредоточиться и хорошо слушать чтение Мегилы. Даже человек, который не понимает Лошанкойдыш, не понимает иврита, он, скажем, из границы, он выходит, он выполняет заповедь тем самым, что он слушает на иврите, даже если не понимает ни слова. Главное, чтобы он слышал слово в слово то, что читает Баэль Коир. Что делать тому, кто отвлекся? Так если он отвлекся, он просто думал о каких-то других вещах, но он продолжает следить, скажем, пальцем, и он знает, где точно находятся Баэль Коире, так он не должен перечитывать, потому что, в принципе, он слушает то, что Баэль Коире читает. Проблема начинается тогда, когда человек вдруг чувствует, что он вообще потерялся. Так как это не так просто следить. Так важно, чтобы перед каждым человеком был текст Мегилы, если у кого-то есть возможность приобрести кошерную Мегилат Эстер или следить по кошерной Мегилат Эстер, это лучше всего. Тогда он может шепотом читать вместе с Баэль Коире и иметь в виду, выполнить заповедь так, как выполняют все остальные, слушая от Баэль Коире. Но если даже он отвлекается, то в любом случае, те слова, которые он отвлекся, он восполнит тем самым, что он читает это шепотом. Даже те, у которых нет кошерных свитков, могут следить по тексту. Те, у которых нет кошерных свитков, они следят по тексту молча. Если он чувствует, что какое-то слово он пропустил, он должен просто по тексту его восполнить, прочитать это, немножко забежать вперед, чтобы продолжить дальше слушать от Баэль Коир. Опять же, да, это тоже самое касается и женщин. Мы знаем, что есть много еврейских общин и произношения. В каждой общине оно различное. То есть, вариант Ложен Койдыш в разных общинах сохранился по-разному. Как если, скажем, выходец из азиатовской общины находится в хасидской общине, или, скажем, с Фаради, выходец с Востока находится в общине, выходцев из Йемена, и они читают Мигилу по-другому, читают иначе. Тем не менее, он выполняет заповедь как следует. Выполняет заповедь. Нельзя прерываться на беседы, начиная от первого благословения до последнего благословения. И поэтому, опять же, важно знать, если вы приводите маленьких детей, вы не сможете удержаться для того, чтобы их не поставить на место, так лучше тогда таких маленьких детей не приводить. Если человек отвлекся, он должен восполнить тот текст, который он упустил, это не всегда возможно, не всегда просто. Если Баалькойр ошибается, так если он пропускает слово, он должен возвратиться к тому месту, где он ошибся, и восполнить. Если он изменяет смысл слова, делает какую-то ошибку в слове или в букве, изменяющую смысл слова, он также должен возвратиться и перечитать это заново. Есть несколько псухим во время чтения Мегилы, несколько отрывков, которые произносятся громко. Это четыре отрывка, которые говорят о... особенно связанных с чудесами избавления евреев. И есть еще один рыв в Мегиле, где перечисляются имена десяти сыновей Амана, которые нужно произнести за один вздох. Это касается Баалькойра, во многих община принято так же, что Баалькойра ждет, и вся община говорит имена этих сыновей Амана. То, что касается касания Мегилы, если у человека есть кошерная Мегила, так есть люди, которые стараются не касаться Мегилы, только если помыли руки, и так следует делать. А остальных...